Возле аэропорта и у внутреннего и у международного терминала сегодня нет ни одного такси. Как объясняют руководители таксофирм, они стараются лишний раз не отправлять сюда машины. Водители попросту боятся приезжать на эти парковки, не говоря уже о том, чтобы оставить здесь свой автомобиль. По их словам, здесь им не только прокалывают колеса, но даже угрожают физической расправой. Широкий общественный резонанс, который вызвало письмо, по всей видимости, еще одна из причин опустевшей парковки. Вот выдержки из обращения. Авторы жалуются, уже не первый год водители таксопарков регулярно подвергаются нападениям неизвестных. Дело якобы доходит даже до физических стычек. Доходит до того, что открыто среди бела дня могут устраивать преследования на автомобилях, блокируют машины своими автомобилями, действуют нагло, цинично. И никакие обращения в правоохранительные органы по сей день, которых несметное количество уже скопилось, никак эту ситуацию не решили. Вся реакция правоохранительных органов сводится к тому, что либо, по их мнению, отсутствует состав преступления, либо не установлены лица, которые их совершают, либо малозначительность действий, деяний. Водители боятся оставлять свою машину на парковке. Рассказывают, если отлучиться хотя бы на 5 минут, чтобы помочь клиенту донести багаж до терминала, велика вероятность того, что выехать оттуда без посторонней помощи уже не удастся. На протяжении деятельности нашей компании порядка 30 машин, таким образом, нанесен ущерб 30 транспортным средствам. Как правило, это происходит таким образом, что свидетелей происшествия нет. Ну, то есть, представляете, как будто бы идет человек, он запинается, в этот момент он закалывает колесо. Ну, то есть, чтобы не было видеофикса. Я считаю, что это люди, занимающиеся частным извозом, просто сплоченные одной идеей и одним интересом. И, собственно, бомбилы, так называемые, это не какая-то конкретная компания. Таксисты пользуются общей парковкой, и именно там происходят нападения. Машины, единственные аккредитованные аэропортом таксофирмы, стоят на особом месте, на выходе из зоны прилета. Словом, их не трогают. Вообще, территория парковки аэропорта оборудована системами видеонаблюдения. Однако, злоумышленники их не боятся. Привокзальная площадь оборудована предметами видеофиксации, и наша служба авиационной безопасности по запросу правоохранительных органов предоставляет записи с привокзальной площади, чтобы как раз-таки расследовать какие-то дела, по которым поступают заявления в силовые структуры. Ситуация развивается уже не первый год. Только за последние 8 месяцев в полицию поступило больше 40 сообщений о нападениях как на таксистов, так и на их автомобили. Стражи порядка говорят. Они реагируют на каждое заявление. По данным факта возбуждено одно уголовное дело. По 11 материалам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время 14 материалов находятся на рассмотрении сотрудников полиции. По 7 составлены административной протоколой. При поступлении заявлений или сообщений от граждан по факту совершения в отношении их каких-либо правонарушений будут приняты меры незамедлительного реагирования для установления свидетелей и очевидцев, а также привлечения виновных к лицу, установленные законом ответственности. Однако сами водители и их руководство считают, что этого недостаточно. Честная конкуренция в таких условиях становится просто пустым звуком. Таксисты надеются, что вмешательство со стороны властей поможет разрешить ситуацию. Раз уж больше, никто им помочь не может. Алина Штоколова, Всеволод Никитин и Александр Ермашенко. Новости.